Итак, друзья, всем привет! В связи с последними событиями немного пишут людей по поводу переезда, вообще выезда из Беларуси, из России. В целом, про это очень много информации, но и, как я понял, проблема в том, что люди некоторые, которые уже приехали, они не могут найти вообще страховку медицинскую. Вообще, как бы в таких случаях каждый решает для себя сам, нужна ему страховка, либо никто-то живет без страховки и говорит, а я вот не хочу там выкидывать деньги, кто-то же наоборот говорит, что он уже эту страховку давно отбил, если бы не она, то влетела бы ему там или иное лечение в копеечку. Поэтому здесь сугубо индивидуально. А что касается моего мнения, да и в целом нашего, то я, конечно же, за страховку, потому что никогда не знаешь, где и когда что-то с тобой может случиться, знал бы, где упадешь, постелил бы соломинку. Так вот, что касается страховки, я сейчас поделюсь сугубо своим мнением, как мы открывали, как мы это делали. Значит, изначально мы здесь жили полгода по белорусской страховке. Она была примерно такая, что если только уже когда сломаешь что-нибудь, тогда только тебе дадут какую-то помощь. Либо там проблема будет, отравление сильное, просто так пойти зубы полечить, либо какое-то плановое лечение, нет, там-то, конечно, такого же не было. Поэтому было принято решение, так мы остаемся здесь тут уже надолго, то взять какую-то грузинскую страховку, которая будет прикреплена к какой-то клинике. Так вот, пал выбор, судя из всех, да, на ARDI и GPI. Так вот, опять же, только то, что я знаю, то, что я вот услышал, что ARDI, это страховка, она больше как идет корпоративная. То есть те, кто работают здесь, в Грузии, они могут и застраховаться. По крайней мере, там самые такие более-менее лайтовые тарифы. Для тех, кто в Грузии не работают, а вот удаленщики, опять же, если вы знаете что-то другое, то напишите в комментариях. По крайней мере, мне такую информацию довели, потому что каждый агент как-то трактует по-своему. Я прям сам вообще был в шоке. Так вот, мы выбрали GPI, и там есть вообще как бы 5 пакетов. То есть я сейчас приложу, screen in, в описании будет подробно на русском и на английском языке, ссылка на диск, можете перейти, изучить. Так вот, GPI, что мне понравилось, там есть 5 тарифов, в принципе, на любой вкус и кошелек. Это базовый, стандартный, оптимальный, классический и прелик. А все зависит от того, какие у вас болезни и как вы сами себя оцениваете, как вы сейчас-то будете обращаться к врачу. Базовый и оптимальный, мы сразу с Олей откинули, потому что прикинули, что это, в принципе, ничем не отличается от нашей белорусской страховки. Мы выбрали стандартный, он больше всего нам подходит, цены, опять же, я показываю, которые на сегодняшний день, возможно, они будут отличаться. То есть это тот тариф, который нам больше всего подходит. Там будут и скидки, и на лекарства, да, пускай там чуть-чуть поменьше скидочка будет, чем на классический и премиум, но, тем не менее, там уже она все-таки есть. Ну и некоторые еще моменты, которых нету в базовом и оптимальном. То есть этот самый оптимальный, по крайней мере, длина. Если же у вас с бюджетом чуть охраничено, конечно же, вам надо тогда какой-то попроще. Но я вас уверяю, страховка – это всегда залог того, что если с вами что-то случится, вы просто получите медицинскую помощь. Поэтому я рекомендую всем ее. Еще, друзья, мне пока ни с чем сравнивать. Я не могу сказать, что вот GPI – это классная страховая компания, потому что я еще не обращался с ней. Ну и дай бог, чтобы я еще и не обратился. Но в целом я сравнивал отзывы и в ARDI, и в GPI. И там, и там есть плохие и хорошие отзывы. Но, как правило, вы сами знаете, что хороший отзыв – ну, мало кто пишет, когда все хорошо. А вот когда плохо с ним обращались, тогда ручки уже сами и стянутся. Поэтому тут как бы я не могу сказать однозначно, но в ARDI все-таки больше положительных отзывов, чем отрицательных. Ну, чуть-чуть, буквально, чуть-чуть совсем. На сегодняшний день стоимость оптимального пакета стоит 480 лари на человека. То есть, итого, мы за двоих отдали, должны будем отдать 960 лари, да. По сегодняшнему курсу это 300 долларов, но, опять же, курс меняется каждый день. Возможно, уже это будет либо больше, либо меньше, когда вы будете смотреть. Так вот, почему именно стандартный? Потому что здесь есть своя плюшка. То есть, в отличие от базового и оптимального, там, где надо за год отдать полностью всю сумму, здесь она делится на 4 части, то есть по квартальным. Итого, я вот сегодня оплатил за каждого из нас по 120 лари, то есть за жену и за себя. То есть, получается, что 240 лари в 3 месяца. Я думаю, что это очень оптимальный вариант для тех, которые не могут сразу оплатить полностью за весь год. Поэтому, друзья, я у нее спросил, могу ли я, если что, рекомендовать ее как агента страхового. Она сказала, да, конечно, без проблем. Поэтому ее координаты будут, опять же, в описании, ее номер телефона. Но она попросила, чтобы вы ей не звонили, а именно писали в WhatsApp, либо в Telegram, в чат. Сейчас мне в личку пишут очень много и украинцев, и россиян, и белорусов, которые хотят сюда переехать не на неделю, а подольше. Поэтому мне сейчас просто личка очень завалена. И тут так совпало, что я как раз-таки сегодня это все вот и оформляю сам. Поэтому решил с вами поделиться, потому что этой информации, как я понимаю, очень мало. Потому что люди очень много задают вопросов. Поэтому, друзья, всем мир, но я пошел монтировать. Всем пока.